Ну вот мы и встретились, мои дорогие, встретились тет-а-тет. Как я говорю всё время, что работник света своего лица не скрывает в любом возрасте. Так что извините и не обессудьте. Я хочу смотреть для вас, продолжать смотреть для вас на картах Киппер, на немецких картах, на дне у колоды, карта взрослого, зрелого человека. Как раз об этом шла речь, потому что когда карты берёшь в руки, они уже начинают с тобой говорить. Чувства и мысли вашего партнёра. Что от него ожидать? Что с ним сейчас происходит? Как это может отразиться, то, что с ним происходит на ваших отношениях? На картах Киппер, и над ней у колоды карты мужчины. Ну, значит, он хочет поговорить, значит, он выходит на связь буквально сейчас, там, где есть ваше время актуально. Это его сигнификатор, это карта вопрошающего, это карта мужчины, вашего партнёра. Но если вы мужчина, всё наоборот сделайте, тоже поможет вам, подсказки получите. Итак, я делаю три креста. Это кельский крест или же цыганский расклад друг тоскующих. Здесь такая связь. Мужчина сейчас болеет, может быть. Карта, которая делает первый крест, его перекрещивает, это карта болезни. Второй крест, его гостиная. Карта его грусти, его забот, его надежд и подарка для вас. Это второй крест у нас. Три креста. Первый крест, это что ближе всего к нему. Второй крест, что между вами, скорее всего. То есть, ну, это вот его окружение, включительно вас. И вот такая жизнь в семье или если ещё нет семьи. И третий крест у нас диагональный. Ребёнок, перемены. Влюблённая и привилегированная дама. Это вы. Я добавляю по горизонтали ещё по две карты, потому что горизонталь — это, ну, будущее, это линия жизни, да. Там карта осуждения, adjudication и карта неожиданных больших денег. Карта больших денег вышла в будущем. Я очень рада. Смотрите, расклад перед вами. Всё выложено, вы можете видеть всё крупным планом. И здесь вы можете даже понять вашего мужчину без моих лишних слов. Кто их считает лишними? Ну, я считаю, что мои слова не лишние, потому что я читаю карты очень давно и имею огромный опыт, так что, может, можно и послушать. То, что я могу сказать по этому раскладу. Расклад сложно составляющий, как я сказала, это кельтский крест и друг, таскующий вместе. Моя авторская выкладка, которая называется «Три креста». Итак, первый крест. Что ближе всего к его телу? Ну, карта называется «Плохое здоровье». «Bad health». У мужчины плохое здоровье. Это может быть буквально физическое здоровье, он не знает об этом. Например, сердце, когда у человека плохое, он об этом ещё не знает. Или ещё какая-то проблема. Это может быть плохое здоровье ментальное. Когда человек плохо себя ведёт, грубит, не сдерживает обещания по направлению к вам. Когда человек несправедлив к вам. Когда он такой-то бешеный, нервный. Но он не отдыхает достаточно, да. У него может быть ментальный срыв такой, да. У некоторых это проиграется. У некоторых карта плохое здоровье может проиграться, как у вас в паре плохое здоровье. То есть между вами нет хорошего здоровья. Другими словами, у вас много ссор, много выяснений отношений, много недопониманий. И буквально вот то, что между вами происходит в ментальном, эмоциональном плане, вас истощает. И вы чувствуете себя, как будто у вас плохое здоровье. На самом деле вы истощены, потому что вы не находите в нём никакой поддержки. Вы не находите нужной вам поддержки, понимаете. Какой-то ответственности с его стороны не идёт. Не идёт вот такого, что он вкладывается в отношения, как вы в ней вкладываетесь. Вы чувствуете здесь какую-то диспропорцию. И поэтому карта плохого здоровья между вами. Итак, второй крест у нас, кардинальный крест. И в основании карта гостиной, то есть приватная жизнь. С левой стороны это то, что уходит, это осуждение. Или какой-то развод, может быть, у кого-то из вас. Или тоже грусть. Какое-то состояние, что вы не знаете, как выйти из тупика. Да, может быть, вы близки к разводу, некоторые из вас. И вы чувствуете, что это не только от вас зависит. Вы ничего не можете сделать. Вы уже, в общем-то, сделали всё, что могли. Но с его стороны нет никаких абсолютно, что ли, действий, обещаний, которые он дал. Он же ни одного не выполнил. Понимаете? У нас сверху и с правой стороны это карты того, что будет. Хорошо, что то, что может быть сверху, это major man. Это зрелый человек, который смотрит на земной шар. И сзади него книги. Это означает, что он уже как бы на опыте научился. Книги, может, он чему-то обучается. Но, скорее всего, опыт жизни. Сейчас проходит определённый опыт жизни и учится жить на белом свете. Учится понимать вас, понимать, что он не может быть всегда прав и так далее. Смотрит он на земной шар, а это, конечно, примирение. Может быть, у вас мужчина из-за границы или из другой культуры. Или вы разлучены. Вас разлучила жизнь, от вас независящие обстоятельства вас разлучили. У некоторых так проиграется. Но то, что он major, это зрелый человек, это уже хорошо. Вот он не будет такой бесшабашный, как он вот на первой карте, в центре. А он уже более мудрый. Карты справа — это подарок и неожиданные деньги. Это очень хорошие карты. И говорят о том, что у вас будет какая-то радость от него идти. Он себя проявит лучшим образом. Вы даже не ожидали от него. Иногда этого не ждёшь. Unexpected money or income. Это может быть, ну, потому что отношения, это же не о деньгах расклад. Хотя, может быть, он заработает и на вас деньги идти потратит, купит вам подарок. Там карта подарок. Или же он проявит себя как-то радостно, как-то по-человечески, да? Потому что пентакли — это же помощь. Помощь, какие-то радости. На солнце похоже. От мужчины может прийти подарок, что-то приятное. И, в общем, можно ожидать, что он выйдет на связь. Скорее всего, у многих это проиграется. Третий крест — это такой угловой крест, мутабельный, то есть переменчивый. И мы хотим узнать, как всё будет меняться. Это очень хорошо, что карта перемены вышла в раскладе. Здесь так. То, что вы видите в правом нижнем углу, это карта ребёнок. Это вас так видит высшая сила. Это ваша карта. То есть вы готовы к новому чему-то. Или вы в детей вкладываетесь такое сюда. А с его стороны другие люди или он — это левый нижний угол. И там карта change или перемены. И я уже вижу, что раз в прошлом какое-то осуждение, чуть ли не до развода, в будущем подарок и деньги, то, конечно, это перемены. Мужчина будет меняться. И в лучшую сторону. Это у очень многих проиграется. Потому что карта его поведения — это карта перемены. Может, кто-то переедет. Вот здесь такой кабриолет, чемодан. И, в общем, какая-то радостная такая атмосфера переезда. Всё такое. Левый верхний угол — это карта страхи или надежды. И тут у вас влюблённые. Скорее всего, карта надежды. Или, например, страхи. Если вы в треугольнике, может, вы его подозреваете в чём-то, ревнуете. Или он вас ревнует. Но карта влюблённая — хорошая карта. Поэтому в основном у всех проиграется, как вы встретитесь, свидание, любовь, в общем, доверие. Всё самое лучшее. А в итоге расклада, итоговая карта — это карта привилегированной леди. То есть вас. Вы такая красивая, здесь сзади роскошный дом. Вы в красивом платье. В шляпке. Всё это нужные символы. Это символы того, что мужчина позаботится о том, чтобы вы жили в достатке. Чтобы вы ни в чём не нуждались. И потому что в будущем у нас карта неожиданных денег, то вполне вероятно, у него будут средства, чтобы создать для вас вот такой прекрасный мир, где вы ни в чём не будете нуждаться. Во всё будет очень хорошо. Если расклад одним предложением сказать, то отношения с мужчиной уже стоят у вас теперь на пороге перемен. И очень многие проиграются, что мужчина очень будет стараться вам угодить и создать для вас приятную, комфортную жизнь. Ну а для кого мы создаём такую жизнь? Для тех, кого любим, правильно. Поэтому вышла карта влюблённая. Чувство есть, и будут деньги, и будет счастье. Вот такой расклад, мои дорогие. Пишите в комментариях детально, что с вами происходит и как расклад вам помогает. Итак, я бы хотела спросить для вас, для тех, кто смотрит. Какие послания хотят передать вам Высшие Силы? Эта карта кого-то из вашего окружения может быть. Может быть, кто-то страдает физически, или может быть, кто-то из вашего окружения страдает ментально, эмоционально. Кому-то тяжело. Кому-то пришлось прожить большие трудности. Может быть, кто-то зашёл ко мне сейчас на гонёк, кто плачет, кому сложно. Кто хочет услышать доброе слово поддержки. Я общаюсь с ангелами и Высшими Силами, и всегда идёт такое послание, что Творец вас любит. Вы — дитя природы. Вы — часть природы. А Творец любит всю природу. Поэтому сейчас будем смотреть подробно. Ведь карты, любые оракулы или таро — это же инструмент познания мира и себя. и разговор с Высшим. Сейчас можно будет, по вашему желанию, выбирать себе карту слева или справа на экране. Но я советую просматривать обе. Нужную вам информацию вы получите обязательно. Итак, что же хотят вам сейчас передать Высшие Силы? О чём рассказать? Что посоветовать? Первая карта — это Message of Concern, это с этой стороны. И вторая карта — Despair, это с другой стороны. Ну вот, карты передают ваше состояние. Состояние отчаяния с этой стороны. Из состояния тревоги. Может, Вы получили какое-то неприятное известие. И Вы не знаете, что делать. Despair — это Вы не знаете, какое решение принять. Вы не знаете, как решить эту проблему, которая сейчас перед Вами. Это может быть проблема личного характера, профессионального или семейного, бытового, по здоровью. Но Вы не знаете, что Вам делать дальше. У Вас есть много вопросов к мирозданию, к себе. Ну вот, сейчас мы все вопросы получим. Не волнуйтесь. Всё узнаем, всё проверим. Карты дадут совет. Итак, два совета. По два буду брать. Можно выбирать один или два, или смотреть оба. Первый совет. Judication. Сами себя не судите, потому что уже достаточно того, что другие Вас осуждают. И осуждают довольно сильно. А вторая карта. Distant horizon. Это горизонты. Это мечты. Это стремление вперёд. Кто-то Вас осуждает за то, что Вы, может, переехали. Меня сколько раз осуждают с тех пор, как я на YouTube. Я просто пример привожу в предатель. Так нельзя. Нельзя никого осуждать. У каждого своя судьба. Вас кто-то, может, осуждает. Может, Вы уехали из той страны, где Вы родились, и Вас осуждают. Ваши родственники Вами недовольны. Мало помогаете. Может быть, Вы в разлуке или в разводе с кем-то. Или, может, Вы судитесь даже ещё хуже. И Вас осуждают. Потому что Judication — это Вас судит кто-то. Или Вы кого-то осуждаете. Как у кого проиграется. Не судите, да несудимы будете. Но это Вы сами знаете. А это карта горизонтов. Перед Вами горизонты. Горизонт — это такая интересная волшебная линия, которая никогда не заканчивается. И мы себе сами делаем лимит, когда мы не идём за горизонт, а когда мы себе ставим черту. Вот дальше я не пойду. Вы сами знаете, о чём идёт речь. О чём-то личном. Идите за этот горизонт. Впереди успех. Вот там немножко ещё за горизонт, и будет успех. Что ещё скажут карты? Вы будете счастливы в любви, в личной жизни. Посмотрите, какая красота. Это либо же свадьба, либо же у детей или у Вас, или же обновление отношений. Это карта доверия, радости. Так всё прекрасно. Благоухает, юность, юность в сердце или ещё как-то. Но что-то Вас ограничивает. Эта карта называется Imprisonment. Может быть, что-то ограничивает Вас в отношениях. Может быть, Вы обиделись на кого-то, или Вас обидели сильно. Где-то Вы не поняли друг друга, и Вы поставили вот эту изгородь, эту преграду между друг другом. Это рукотворная преграда, видите, которую только Вы оба можете сбросить. Что ещё? Фальшивая персона. Кстати, она была над ней у колода. Я случайно взглянула, но не всегда мне высшие силы говорят открывать информацию. Но она вышла всё равно. Это карта фальшивой персоны. Ещё одна карта в обществе, где Вы есть. Комьюнити — это может быть семья или работа. Есть фальшивая персона там, где Вы есть. Это тот человек, которому выгодно делать то, что он делает. Выгодно Вам мешать, выгодно Вам строить препятствия. Этот человек успешно, к сожалению, устроит препятствия. Эти могут быть препятствия касаться отношений. Это фальшивая персона, может быть, подруга, родственница или кто-то из его родственников. Вот это общество, видите, как семья. И кто-то в этом обществе есть, кто делает преграды. Что ещё нужно узнать Вам? Ребёнок — это может быть Вы или Ваши дети. Это что-то новое, может быть, что-то новое. Новые деньги, новая любовь. Новый подарок. Новый ребёнок — новый подарок. Или подарок от детей, или подарок детям. Вас ждут подарки судьбы. Это всё прекрасно. Вообще-то счастливый расклад. Как всё равно радость какая-то песня. Вам вселенная готовит подарок. Это подарок, может быть, новой любви, или новых денег, или новой работы, или нового счастливого дома, приятного времяпровождения. Какой-то подарок. Вам готовят Высшие Силы какой-то приятный подарок. Так что, будьте уверены. Подарок может прийти, опять же, от партнёра, от мужа, от жены, от любимых, от детей, от родителей. Новый подарок. Подарок любви или материальный подарок. Любовь. Это влюблённая карта влюблённая. Вас ожидает любовь. Саднвелс. Ну, на то, на что взглянула, и Высшие Силы сказали сказать. Это любовь вас ожидает. Ну, вот карты просто подтверждают это. Любовь и внезапный выигрыш. Это внезапный. Income – это достаток. Income – это доход. Это то, что вы получаете, или ваш любимый человек получает. Какая-то зарплата будет лучше, или повышение в зарплате, или успешная продажа чего-то крупного. Выигрыш в деньгах у вас будет. Будет денег много, больше, чем достаточно. И вы не будете больше бояться бедности. Вам ничего не будет больше угрожать. Смотрите, сколько карт. Очень хороший расклад. Кипр всегда показывает так. Они всегда показывают правду. Они всегда дают то, что нужно дать. Потому что мы люди часто пускаем руки. И Высшие Силы знают об этом. Поэтому нам в помощь карта Кипер. И я очень рада Вам служить, помогать. Будьте уверены, я на Вашей стороне. У Вас все будет замечательно. Обнимашки из Ванкувера, Канады. И увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok